Звёздные города Поехали. Обсудим такой вопрос, как звёздные города, как ключ к технологиям прошлого. То есть это практически тоже, ну хочу сделать аннотацию, что построения сделаны по тем же технологиям, что и современные церкви, которые стоят непосредственно у вас в городе. Не современные, а которые имеют возраст 18-го, 17-го и 19-го веков. В них, скорее всего, всё оборудование демонтировано и остались только стены и иногда шины. Итак, мы заходим на интересные блоги, просмотрим общую картинку этих фортов. То есть их очень много, они находятся практически по всему миру. Это в северной Германии на озере, вот, 30 километрах от того же озера. Ей была переименована в честь знаменитого дедушки Вильгельма. Порт так и называется, Вильгельм, камень Вильгельма. Ну, это у нас, посмотрим, основная структура. Опять же, у нас много теорий, что же такое форты. Некоторые явно были построены как газовые вышки, потому что у них, видно, уже начинают чуть проваливаться по центру земля, там, где было отверстие для добычи. Но все же, почему же их строили именно в такой форме? Кто-то говорит, что это просто удобно для лап. Ну, вот, посмотрите, вот, на этой картинке в самом верху у нас есть такой мини-форт. Мы не будем говаривать город, а вот именно об этом мини-форте. Что у него особенно? То есть, получается, у него есть лапки, но, тем не менее, у него есть еще основной выступ дополнительный, который несет дополнительную нагрузку. Ну, давайте сделаем экскурсию по внутренностям данных фортов. Тут уже автор про Владимир, мы используем его статью. Посмотрите на данный форт. Он имеет очень интересную форму, тоже, как бы, она всегда повторяется, но основной, вот, у нас упор идет, дополнительная пристройка. И, конечно же, они стоят на холмах, завидны, и выстроены завидной такой геометрической точностью, холмы, отводы. И вот эти отверстия нам должны что-то напоминать. Мне, по крайней мере, они напоминают, скажем так, есть такие специальные хлопушки на вертолетах, для того, чтобы вертолет мог уйти от ракеты с инфракрасным поисковиком. То есть, грубо говоря, это очень похоже на инфракрасный излучатель. Либо сюда может заливаться смола и потом поджигаться. Это самый простой вариант. Мы это сейчас пытаемся исследовать. Но посмотрите на масштабность постройки и насколько она крепкая, что сохранилась по сей день. Так. К сожалению, здесь нужно обратно сворачиваться. Итак. На вертолетах это обманки у них тепловые. Да, да, да. Тепловые обманки, то есть против инфракрасного излучения. То есть, есть на ракетах инфракрасная такая головка, которая ищет по инфракрасному излучению, то есть по теплоте, где находится двигатель. Идет оно на двигатель. А эти хлопушки отвлекают. Я еще хочу сказать то, что, как бы не казаться фантастически, по некоторым даже версиям считается, что возможно, что эти форты, то есть строились как оборона от огромных динозавров. То есть, у нас известно, что есть находки, артефакты, что нарисованы одновременно люди и динозавры. И эти форты помогали то ли защищать вышку добывающую, то есть от агрессивной среды, то ли стоять на уступе перед большим городом. Роман, хочу маленькое вступление, вернее, дополнение сделать. В определенный период действительно велась оборона от динозавров, но не такими каменновечными способами. В те времена существовала апаратура, которая специальным звуком отпугивала животных. Слава, здесь тоже это есть. Да? Да, да, ты прав. Тут просто я как бы подключился и пытаюсь вот это все вылить. Да, ты прав. Тут есть такие моменты. Я же хочу сказать, что наши предки знали очень хорошо технологии, и они гораздо проще, чем нам преподают. То есть, она должна быть проста. Итак, продолжим. Читаем. И вот те щели с раструбом, поверхность бастионов, которые военные пушки ставили цепить. Они тоже в деле запускали в космос. Ну, тут уже как бы саркастический такой подход, но попытаемся найти что-то уместное. Опять же, их можно концентрировать и передавать посредством верстовых столбов далеко-далеко, расставляя их в точках максимум стоячей волны. То есть, здесь автор уже подходит как не просто к каменному строению, а как к радиоэлектронному излучателю. То есть, он уже сразу подходит к этой теме сходу. Опять же, ну, это типа ретрансляторы. Вот эти все установки, которые здесь указаны, похожи на ретрансляторы. Дальше мы увидим по схемам, как это выглядит. Это общий план. Идемте дальше. Попытаемся освоить мнение самого автора. Монахи камни запускают, играя на инструменты. Чем же не запуск ракет батутами? Ну, здесь я, честно говоря, не совсем улавливаю смысл его текста. Он чуть-чуть плавает. На фотографии ниже видна внешняя стена, обрывающаяся почти отвесно. В ров и ряд бойниц. Боевого хода. Вдали видно здание, которое я называл крематорием. Давайте посмотрим, что же это. Вот бойницы у нас, так называемые. И уже какой-то непонятный вход. С огромным рупором на уровне чуть выше входной двери. Это вот здесь вот какой-то рупор. Не виден с этого ракурса. И хорошо заметным рядом вентиляционных отверстий на крыше. Честно говоря, я их здесь не вижу. Но, скорее всего, это он имеет в виду вот эти вот отверстия, которые вот на дальней крыше. Сам боевой ход – это длиннючий створчатый коридор. В нем довольно-таки гулка. Видимо, из-за створчатого потолка. Стены в основном свежепобеленные. Но кое-где видна кирпичная кладка с водного потолка. Ну, мы привыкли такие видеть кладки и в туннелях под старинными городами. Ничего тут удивительного. Здесь у нас показана круговая, сигнал с круговой направленностью. Есть горизонтальная, есть вертикальная. Кто знает, когда настраивал антенны. А это круговая. И здесь она перенесена на основу X, как выглядит, как обычная волна. Так. Вот нам коридор. Снизу график экстремиумов. То есть есть максимум, есть минимумы и переходы. Соответственно, не так сложно рассчитать шаг-бай-низ, чтобы максимум волны излучался через прорезь. Кстати, очень похоже, что вот шаг-бай-низ показывает нам, какой волны здесь шел сигнал. Мы не знаем, что может быть под вот этим, вот по краям, вот видите полоса, что это такое. То есть может она металлизированная, какую функцию мы до конца пока не понимаем. Но интересное мнение автора, замечание, что вот каждая больница – это вот этот максимум. То есть настраивается система, где-то вот в какого-то конца коридора стоит излучатель, и как вот у лазера есть и отражатель. Но это амплитуду задает эти окна. Да, и вот через бойницы передается. Кстати, давным-давно читал статьи на островах в Средиземном море возле Крита. Иногда находятся старые такие пещеры поро-разваленные, но они очень похожи тоже на резонаторы, то есть самый первый большой, потом уже-уже. То есть, грубо говоря, стоял излучатель и направлялся в сторону перемещения предполагаемого противника на кораблях. И поэтому тут вопрос, скорее всего, все это работало. Только в каждом моменте, в каждой технологии развивалась свою задачу. Здесь это оборона, то есть непосредственно наземная, там наводная. Так, это называется волноводы. Вот, кстати, волноводы интересно сделаны. Они имеют практически гладкую внутренность, ее пытаются обработать каким-то серебром в очень дорогих платинах, потому что это очень хороший проводник. Ну, я, по крайней мере, видел с серебром. И это все хорошо вычищается, чтобы никакой щербинки даже не было. То есть, от этого зависит чистота сигнала. То есть, и, соответственно, у вас меньше расхода энергии тратится для того, чтобы передать сигнал. Ну, здесь у нас вот гифка. И показывается вот максимум, минимум и сигнала. То есть, как могут передаваться по этому волноводу. Ну, это пока не суть важна. Пойдемте дальше. И здесь вот пример волновода. Максимум, минимум со временем. И вот где открыты окна, вот это представим максимум. То есть, у нас получается там, где красное, открыто окно. И потом уже выбивается сам сигнал. Но я думаю, что в дальнейшем тут уже и должно затыкать. Дальше. Либо, как эта технология работала, мы не узнаем полностью. Потому что это все разобрано. Так, еще, причем, отлично видно, что прорези должны быть расходящиеся внутрь. Что фокусировки и стабилизации исходящего наружу сигнала. Ну, вот мы видим тут, как бы, треугольником идет выход. Наружу он более узкий. Да, для бойницы он очень непохож. Почему? Потому что, там, я не знаю, у стрелка, у пулеметчика или еще у кого-то должен быть маневр движению. А здесь наоборот. Он как бы сжатый. Ну, подчиняется логике. Я с автором согласен. Так. Волны системы связанных интегрированных, интегральных диэлектрических волноводов. Как видите, они различные. Они могут идти вот полукругом. Вот, кстати, я вспоминаю старинные здания, когда вот ходишь. Вот почему у них вот так красиво переход идет. Вот теперь я начинаю понимать, что электроника и большие здания церквей и старинных зданий, они являются одним и единым целым. Есть вот, скажем так, волновод. Вот, кстати, волноводы еще имеют функцию и фильтра одновременно. То есть сигнал, который не завернется за угол определенный, вот, то получается, что он будет переотражаться и гаситься. Вот тут тоже как бы интересный момент. А это уже на 90 градусов разворачивается сигнал. То есть, например, излучатель может находиться только горизонтально, и потом его переворачивают, и он становится вертикальным. Тоже интересное такое наблюдение. И вот взяли пример Петр Великий, то есть корабль боевой Российской Федерации. Вот на нем используются такие технологии. Но они и на кораблях всего Советского Союза, и даже на всех кораблях всего мира. Только у всех разная технологическая обработка. Дальше. Волноводы, как сильно волноводные переходы, рупорные антенны. Рупорные антенны вы можете найти сами, то есть их очень много. Вот я пришел по ссылочке. Ну, это такой, вот они у нас, рупорные антенны в углу фотографии. Они бывают различные, не обязательно выход есть и прямоугольный. Но, правда, в основном прямоугольный, потому что круговые сигналы мало кто излучает. И в основном делают горизонтальный или вертикальный излучатель. Так, вот у нас примеры большого количества волноводов. И вот к чему ведет автор. Это то, что коридоры все делались как волноводы. То есть старались соблюсти определенные размеры. И когда инженеры строили и делали разметку, они прекрасно понимали, что они делают волновод. И поэтому, кстати, и штукатурят, чтобы сигнал не переотражался об щербинке вот этого камня. Мы не знаем, как на это надо заниматься. В идеальном варианте, может, даже обрабатывали и кремнии обжигали. Но это нам неизвестно. Итак, применение волноводов. Это вы можете в частном порядке все изучить. Вот, волноводы в разрезе. То есть, получается, у нас есть еще сборщик или расширитель сигналов. Это в зависимости, как эту антенну настроят. Как приемник или излучатель. Но, тем не менее, очень интересно. Я помню, недавно на канале присутствовала Татьяна. И у нас вышел разовор на такую тему. Да, вот все электричество можете изучать как волну. То же самое проскакивало и у Теслы. Что он все эксперименты старался провести на воде. А потом уже понимал суть процесса. Потому что электрические волны практически для нас невидимы. Если у вас нет приборов, измеряющих данные волны. Ну, пойдемте дальше. Вот еще одна разновидность. Но это уже похоже все-таки на рупорные излучатели. А не на приемник. Кстати, очень интересно и на самолетах сделаны радары. Это вообще верх разработок. Вот, перегородка боевого хода с тремя бойницами между смежными сегментами боевого хода. Ну, здесь видно, что опять же сигнал фокусируется. То есть, фильтруется то, что находится вне фазы. И потом излучается внаружи. Тут опять понятная схема. Волчья яма расположена по всему контуру. И лишь его наиболее пологой в северной части. Ну, я, честно говоря, не знаю, что это такое. Попытаемся узнать у самого автора. Забегу наперед. В некоторых источниках, и, по-моему, даже у этого автора, говорится, что под вот эти волчьи ямы, так называемые, есть подземные хода. Вот. И там есть и шины заземления. То есть, работа с электричеством или с этим связана, однозначно что-то было. Потому что просто так металл никто не тратил. То есть, вы прекрасно понимаете, металл всегда это ресурс. Попробуйте даже настройки большого объекта выпросить у сметчика несколько метров уголка лишнего. К вам будут очень много вопросов. Я не думаю, что в те времена разбрасывались материалы. Вот так выглядит они сегодня. А ранее внутри был острый деревянный кол. Честно говоря, не знаю. Ну вот, может быть, деревянный кол потом вытаскивали, оставляли. Но, честно говоря, сомнительно. Уже похоже, как осыпались. Штык связи. Честно говоря, уважаемые слушатели, я не понимаю сам подход. Почему именно так? Ага, то есть, очень похоже, что виток связи, штырь связи. Либо это была какая-то антенна. Ну, больше похоже, как на боевой излучатель. Не по построению. Давайте посмотрим на общий вид. Ну, похоже, во-первых, это может быть как антенна. Тогда и она имеет определенное направление. А это просто-напросто гасящие, корректирующие по краям, вот эти ямы тоже вошли, корректирующие лепестки этой антенны. Может быть. Ну, ехать надо в тот город и смотреть. Мы же сейчас изучаем посредством интернета у кого. Есть возможность, конечно, идти. Так, волчьи ямы, говорите. Так, объемные резонаторы. Вот что они хотят сказать этим. Что снизу есть у нас какая-то система. Тоже какой-то волновод. И вот эти ямы как бы являются уже продолжением вот этих пучностей. Так, насколько я понимаю, потому что здесь... Опять же, объемные резонаторы. Круглые, в виде Тора. Их очень много. Это можно все равно в частном порядке все просмотреть. Значит, займет много времени. Так, а это схема коридора с перекрытиями, чтобы расстреливать или его защищать. Нет, это всего лишь волновод. Но опять автор тоже говорит, что это волновод. Обычная рупорная антенна, которую вы можете увидеть в ретрансляционной станции. То есть вдоль трассы они стоят. Одна приемная, другая передающая. Это еще в Советском Союзе строили и очень активно. Но и они стоят на более высоких, более высоко. Так, что такое рупорная антенна? И вот он хочет сказать, что есть еще рупорная антенна в виде круга, но овала, которые стоят внизу, выточены внизу. То есть они находятся на высоте, не высоко от земли. Что если бы это просто было оборонительное отверстие, то проще с горы, вот как в замках, стоят. А здесь нет, они внизу. То есть либо кто-то перемещался обязательно по земле, то есть направлялся на пехоту, или кто-то перемещался по земле. Может быть, динозавр даже. Так. И обратите внимание, еще сверху у них маленькие такие отверстия. Может, вам через экран не видно, но тем не менее, над ними интересные квадратные отверстия. Так, и прорези камер и яйца в профиль. Вот автор, опять же, показывает микросхемки. И здесь вы их не увидите, к сожалению. Очень неудобно их рассматривать. И очень похоже это на радиовольную связь. Опять же, Форд выполнялся в виде какой-то обычной станции. Ну, я, честно говоря, в это мало верю. Но то, что он использовал электричеством, это однозначно. Потому что, вот опять же, опять считается, вот он уже пример обычного коридора, ну, то есть зданий, которые со старины считают, что это радиовольная связь. И вот у нас люстры были в виде вот этих антеннок радиопередающих. Тоже интересный подход. Есть этичные, решающие определенные задачи. Не надо никакие провода вести по стенкам. Пожалуйста, подвесили, дали на него питание и все. Пошел сигнал коверху. Никому он не мешает. Я, кстати, так никогда не задумывался на эту тему. Очень интересное решение. Что очень важно, в принципе, в любом помещении, любое здание, как совокупность комнат, коридоров, залов, шахт, лифтов, лестниц и прочего, уже является одним огромным волноводом. Точнее, совокупность волноводов. Поэтому и к любым помещениям полностью относятся все вышеперечисленные свойства волноводов. Вот он приводит, к примеру, графики. Ссылки на эти графики есть. И в зависимости от частот, как показывают, звуковые волны действуют на порошок мелкодисперсный. И тут тоже получаются различные формы. Так что вопрос, волна это, то есть, все, что вокруг нас, волна это или материя, ответ дается сам по себе. Все вокруг материя, а волна это только частные, скажем так, их частоты и взаимодействия. Вот и все. И вот конструкция активной антенны, интегрированы в волновом подложке. Кстати, вам не напоминает это ничего? Вот эта картинка. Мне лично напоминает. Земля в плоскости. Да, надеюсь, в Риме. Да вот, смотри, подложки у тебя. И внутри транслятор, пожалуйста, в зале. В чем проблема? То есть, у нас все технологии, грубо говоря, те, которые остались, выжили после какой-то ситуации. Они знали прекрасно, как строятся эти здания. Оставили у себя эти источники. И теперь строят на этом микросхемы. Вот вам и технологии. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот вам и жрецы, которые прекрасно все знали. Все гораздо проще, чем нам рисуют. Вот, в институтах, к сожалению, нам забивают в основном голову. Только в частные примеры, практически задачи помогают нам открыть эти вопросы. Здесь показан транзистор посередине, антенна вот из кусочков таких вот. Ну, почему бы не спрятать в полу зала. То есть, никто же не даст вам разбирать полу зала в древности. И переходные отверстия, которые идут на различные, на две боковины. Очень интересно. И вот он, пожалуйста. Вот вам и храм, как действовали люди, общались там со своими богами. Вот куда он направлен, туда и общаются. Спасибо автору. Статья очень занимательная и открывает очень многие вопросы. Вот вам эта динамика. Пожалуйста. Вот у нас это уже идет измерение энергии по пучностям. Пожалуйста. Начинается вот обычная динамика. На определенной частоте надо настроить. И потом уже пошли пучки энергии. Чем вам не генератор, чем вам не электронная пушка, не звуковая пушка, либо какое-то психологическое оружие. Пожалуйста. Все гораздо проще. И каждый может стать прекрасным физиком и обычным любителем лучше, чем всякие Эйнштейны. И вот у нас есть распределение энергии на четырех генераторах. Вот он представляет четыре генератора. И вот предполагает, что вот эти генераторы стояли в этих овалах. И, конечно же, остается след. Так, и тут есть уже всякая подборка информации по поводу стоячей волны. Это все вы можете пройти. То есть, я Вячеславу попросу, если что, оставить ссылочку на эту страничку. Так, дальше. Тут уже перегибы, волноводы. То есть, мы не будем сильно вникать. Но вот говорится о том, что, как проверяется, насколько здание было электрофицировано, нам очень просто. Приходите в какой-то храм. Старый только. И, конечно же, можете найти такие места, что сигнал будет передаваться в другие места. То есть, можете говорить шепотом в одном месте, и ваш напарник вас будет слышать прекрасно в другом месте. И, по-своему, как бы проходит эхо. Если никогда не экспериментировали, попробуйте, будет увлекательно. То есть, когда вы приходите в храм, понимаете, что это ранее была просто станция, которая очень хорошо построена, которая генерировала электричество и излучала сигнал. И не зря у нас купола по сей день покрываются золотом. И так далее. Пойдемте. Скажем так, это у нас, я бы даже в шутку сказал, есть такой Облэнерго был, а теперь появилась фирма ЗАО Облэнерго, какая-то церковь, и электрики там ходят, не понимая в основном, что там происходит. Просто имитируют основную деятельность. Да, работают эгрегоры, но тем не менее, главную суть они потеряли. Это уже мое отступление. Итак, идемте дальше. Что же автор видит в этих домах? Очень много волноводов, взаимодействий, излучателей лабораторных. Ну, это вид из какого-то института. Пойдемте дальше. Представьте себе, что вы живете 100-200 лет назад, не знаете про электричество, особенно про СВЧ-технику. Да, и очень смешно, что лет 300-400 назад про эту СВЧ-технику прекрасно знали. Небольшое лирическое отступление. Представьте себе, что ангелы-пришельцы ввозятся со спутниковой антенной. Да, смешной такой момент. То есть они возможность имеют левитировать и вот, пожалуйста, настраивают антенны на храмах. Почему бы и нет? Так. Представьте, что эта антенна, кстати, значочек у мосульманства, если вы помните, это у нас полумесяца и звездочка там в середине. Многие легенды говорят, что просто на Луне как-то увидели большую звезду яркое свечение и потом запечатлели это. Ну, очень похоже, что просто храм, это были так называемые вот эти антенны, которые сейчас мы пользуемся для спутниковой связи. Очень похоже. Но мы в те времена не жили, к сожалению, можем только предполагать. И вот нам шторки. Открытый вход волновода и закрытый вход волновода. Ну, и теперь закрытая крышка. Интересно. Вот тоже шторки так называемые. Попробуем рассмотреть лучше. К сожалению, вы опять здесь не увидите. Все равно потом посмотрите, найдете этого автора. И вот у нас современные технологии Пушкиса, которые, ну, больше это похоже, работающие в оптическом диапазоне, но тем не менее, либо на очень высоких частотах. Я, к сожалению, не вижу полностью входящее отверстие. Но тем не менее, скорее всего, на очень высоких частотах. Вот компании на этом зарабатывают сумасшедшие деньги, вот ставят какие-то излучатели. Так, воздушный волновод эффективный канал передачи лазерного сигнала по воздуху без потерь. Ну, я вам скажу, чтобы передавать без потерь, да, вы должны вначале создать какую-то динамическую среду, которая будет постоянная, а потом только туда передавать лазерный сигнал. Потому что, если вы попытаетесь в пустом вакууме пустить лазер, то у вас вряд ли что-то там будет проходить. Если он будет проходить, то с малой мощностью. Ну, здесь показаны туннели, то есть это лотки. Вот на эти рожки выкладываются обычно кабели, вот маленькие для тонких кабелей, и вот большие, соответственно, для мощных. А иногда и выкладываются просто вот в такой вот канал. Ну, а это очень похоже для воздуховода и в этом духе. Так, а теперь мы дружно скажем, что эти все коридоры для пыток и для мощной обороны от нападающих врагов. Ну, я бы не сказал бы, что для пыток, скорее всего, для обороны. Потому что здание очень имеет такую крепкую фортификационную структуру. Так, это РЛС Дунай начали демонтировать. Человек даже нашел такой вот демонтаж РЛС Дунай, и вот люди туда заходили. То есть мощная станция была, иностранцы очень ее, НАТО очень и США не любили, за то, что она передавала на большие расстояния очень большие мощности. Вот вам, пожалуйста. Они предупреждали ранний подъем ракет, пуска ракет, извините. Ранний пуск, то есть это непосредственно вызове Земли, уже сразу идентифицировала система и подавала сигнал командование. Командование могло принять решение, что же делать дальше, если пустили ракету и отследить ее. Вот. Вот представьте, вот фортификационная система, по нашу день. Ну, сейчас она, по сути, уже рассыпется. Это уже разобрали. Это сколько у нас времени прошло? Лет 200? Не больше, правильно? Ну, как, точнее, здесь прошло лет 20-15. И уже начали уже все растаскивать. Что мы можем сказать о тех фортификационных системах, устройствах, которые уже простояли, бог знает сколько лет? Я, конечно, не удивлюсь. То есть здесь пока кабели есть, но их уже практически мало. То есть очень много всего повытаскивали. Поверьте, все эти рожки, скорее всего, были заняты. И практически все оборудование демонтировано. Вот вам, пожалуйста, видите, здесь провода больше, потому что кто-то не захотел мочить ноги. Вот и все. Вот такая вот мощная система пошла на металлолом. И вот вам бизнесмены зарабатывают деньги. на этом добре. Ну ладно, возвращаемся к нашим фортам, фортам. Итак, железо, автор уже тоже говорит в этом направлении, железо растащат, переплавят мечи на орала, камни бросят и будут нам рассказывать, что это мощное сооружение, чтобы отбиваться от врагов. А немногочисленное к тому же времени железки это арматрины. чтобы камни не упали. А еще заложат проемы кирпичами и, возможно, даже будут молить Бога о неспослании благодати. Ну, кстати, да, очень часто мы рассматривали такой момент, что следующие поколения людей или пришельцев, которые приходят в старые здания, они их модернизируют. Это вы можете наблюдать и в городах. И, соответственно, многие моменты начинают реконструировать закрывать двери, отверстия. Потому что уже начинают менять целевое предназначение в другое русло, примерно. Так, перенаправлять дальше. Мы не будем тут пересматривать практически все переходы между волноводами. в общем, вы главную суть поняли, что автор хочет сказать, что эта система была какой-то радиоэлектронной либо обороны, либо непосредственной передачей сигнала на большие расстояния. не это была какая-то станция. Но, опять же, мое личное мнение, что это было какое-то оборонное сооружение с радиоэлектронными устройствами. Вот. И смотрите, как уникальны эти системы, и они практически по всему миру. Так, дальше. Переходим в следующую статью его. Здесь они рассматривают этот форт и ходят по различным туннелям, спускаются туда. Вот. Здесь он сравнивает переходы со сливами. Но, скорее всего, это были ступеньки для обслуживания оборудования. К сожалению, опять же, здесь ничего не осталось ни рожков, только одни проемы какие-то непонятные. И, кстати, они часто подтекают ржавчины. Если вы внимательно посмотрите на картинках. Они ровные, квадратные, либо круглые. Далее. Так. Получается, что там под землей не меньше, чем на поверхности всякого понаделано. То есть, опять же, форт, который вот здесь представлен, имеет много ярусов. То есть, входы очень глубокие. И если вы будете заходить на большой объект, вы удивитесь, что там очень всегда много ярусов, много этажей. И чем-то он даже напоминает корабль. Я думаю, что автор хочет сказать, что именно многоярусность вот этого строения тоже заставляет задуматься о сложности разработки, чем мы сейчас предполагаем. но вот судя по этой фотке очень высокая конструкция. глубокая. Видишь, какие откосы? Откосы искусственные. Ну, понятно. Видно, наблюдается с левой стороны, где заканчивается конструкция. Видишь, такая прямая линия. и если померить по масштабу, очень огромная конструкция и глубокая. Да, я еще вот хочу что сказать, что вот это, почему я считаю, что она еще и оборонная, потому что, как я понял, вот с этой стороны вода. То есть большое количество армий, которые если отсюда высадятся с кораблей, они сильно не опасаются. А вот вот эта часть очень, скажем так, легко может быть, скажем так, атакована и, соответственно, здесь надо выстроить, как бы, можно ровнее землю для того, чтобы как на ладони иметь противника, то есть видеть его. То есть очень интересно сконструировано. Либо, кстати, очень хорошо обрабатывается земля и все выстилается при установлении антенн дальней связи. Потому что земля тоже является частью антенны. То есть есть Т-образные, Y-образные, их очень много в зависимости как, ну, куда будет направлена антенна, на какие расстояния и на каких частотах. Но землю тоже используют как переотражатель вот этих лучей. Ну, давайте дальше. Мы, опять же, предполагаем. Так, подозрение также вызывает зелень, которая отказывается расти на этой насыпи. Причем видна грань, где насыпь немного сломана, и ниже по ней зелень проявляется, а выше ее нет. Ну, как казалось бы, земля и земля, а какая разница? Ни местные, ни всю жизнь зелень специально вытаптывают так активно. Да, вот автор тоже говорит, что особенность такая, что, видите, на этих буграх зелень не сильно активно и растет. Вокруг деревья растут как-то, а вот на этих горбах не сильно-то и хорошо. И что меня удивляет, они до сих пор держат свою форму. Не люди же их постоянно восстанавливали. У нас с лопатой не каждый выгонишь асфальт почистить после снега. Так, плотная корка на поверхности, а где же там повреждена начинается расти. Так, тут уже очень много мнений о втором. Ряды ямок странным образом сконцентрированы на ветреной стороны, как если бы оттуда что-то бы дуло. А с подветренной стороны звезда выглядит пологой, как и полагается нас при воздействии никаких неких устойчивых ветров. Да, вот еще раз вернусь к этой тематике, чтобы слушателям было проще воспринимать всю электронику. Я, конечно, советую опять же воспринимать все радиоволны как потоки воды и потоки ветра. Вам будет проще понимать, как идет процесс. И здесь не зря автор говорит о воздушном потоке. То есть воздушный поток имеет еще закрученный завитрень, закругление, то есть как пример. Хорошая подсказка. Честно говоря, пойдемте дальше посмотрим, узнаем что-то интересное. нужно. Так, в данном случае распределение грунта уверяет, что переброска через верх не было, иначе турбулентность поддувала со спины. А там этого нет, значит, ветер довольно слаб, а грунт, если перемещается, то низенько-низенько. они пытались сравнить с дюнами, но тем не менее тут дюны не работают, тут какое-то другое дело. Судя по поведению растений, этот грунт имеет какие-то особенности. Вполне может быть, это связано с функциональным ламсамых рядов, ям. То есть, то, что пролетело мимо них рядом, меняет структуру, а то, что прошло боком, позволяет растениям расти. Такая особенность поведения грунта наблюдает свой РЛС, когда часть грунта выгорает под СВЧ-излучением, становляясь стерильной и не позволяет растениям расти. Кстати, очень интересный подход, то, что это не растет, потому, что очень часто обрабатывается СВЧ-излучением. Уважаемые слушатели, задумайтесь, кстати, по поводу микроволновок. Если вы разогреваете еду, лучше воспользуйтесь плитой, потому, что СВЧ-излучение есть хорошо, и это показывает, смотрите, сколько много веков здесь при предполагаемом радиоизлучении так долго не растет. Но, опять же, мы можем только предполагать, нас там не было. здесь опять же вот эта бойница, здесь к сожалению нет. Здесь скорее всего смотрите, она идеально выточена, стараться вытачивать эту бойницу, но это только под какое-то устройство, другого я смысла не вижу, честно говоря. так, и здесь вот мы упоминали храмы, вот, пожалуйста, вот вам и храмы, которые здесь показывают несимметричные выступы и соответственно насыть. Храмы, как они выстраиваются, имеют, кстати, много шин, мы их не видим, они все за штукатуркой, и вот часто в центре церкви у нас висят люстры на цепях, и наши священники любят одевать костюмы, как электрики с изоляцией, но я хочу обратить внимание, что в храме более статическая электрика, чем на обычных станциях, которые, ну, подстанциях, которые генерируют электричество, там больше импульсного электричества, а здесь более на статическое, поэтому, я думаю, защита в электриках гораздо проще, и полы уже не требуются металлические, как в старину. Так, вот у нас различные строения, вот у вас формы, ну, если у кого будет желание, могут просто расставить эти все, найти звездные города и попробовать, маленькие вот эти городишки, форты, и попробовать их сфокусировать. Так, здесь вот показан поэтажный разбор, то есть, мы видим, что нулевой этаж имеет очень качественную структуру, тоже очень похож на резонатор и различные формы, то есть, к сожалению, мы не печатаем платы и до конца не понимаем это, как оно работает, но тем не менее, я уверен, что мы в дальнейшем разберемся, если дальше будем проходить вопрос. И вот уже поэтажный разбор, то есть, чем выше, тем конструкция проще, то есть, главное управление всегда шло излучение на первых этажах, и потом уже дальше просто корректировался сигнал, фильтровался и выходил уже наружу. Очень похоже. Так, тут уже идут различные планы таких же фортов, имеющих основное направление. Так, ну, считаем, что почти не мы разобрали эту тему. Так, ну, давайте тогда подытожим, что мы тут выяснили. То есть, звездные храмы ранее имели оборонительные функции, но при этом они имели более мощный функционал. То есть, судя по конструкциям, переходам и оставшимся металлическим деталям, которые еще не разобрали за все века, это здание было обеспечено электронной системой. То есть, это была электроника, либо это были антенны, просто излучающие радиосигналы для общения с дальними объектами, либо эти станции, грубо говоря, оборонялись за счет электронных вот этих пушек излучений. здесь, в статье мы рассмотрели пример на современных станциях, которые уже разбирают на РЛС, и вы видите, что очень быстро исчезает туда металл, оборудование, остаются только стены. и вот в этих зданиях за века мы увидели, что остались только стены и оборудования здесь нет. И точный подгон коридоров, как они выведены, многоэтажность говорит о том, что тут работали инженеры и очень хорошо разбирались в радиоэлектронике. И очень похоже, что технологии практически такие же, как и СВЧ. то есть многое веков назад было понятие у наших прапрадедушек, прапрабабушек, что такое электроника, только в своем миропонимании. Все, всем спасибо.